Здравствуйте. Я приветствую всех, кто присоединился к нашей сегодняшней сессии, кто пришел на наш вебинар. Спасибо большое за то, что выделили время. Я знаю, что у вас действительно этого времени не очень много, но тем не менее мы постараемся быть сегодня предельно краткими и информативными. Меня зовут Наталья Калицева. Я представляю издательство УВАИЛИ в России и странах СНГ. И в процессе сегодняшней нашей сессии, нашего вебинара, вы поймете, какая связь между Кокройновской библиотекой, базой данных, о которой сегодня пойдет речь, и издательством УВАИЛИ, и вообще, почему я об этом сегодня рассказываю. Прежде чем мы с вами начнем, буквально несколько организационных моментов. Если вы меня видите, слышите, видите слайд, слышите меня, будьте добры, поставьте, пожалуйста, плюсик во вкладочке questions. То есть найдите, пожалуйста, чат, чтобы у нас обратная связь как-то вот, я поняла, что все в порядке. Заодно вы найдете, где то место, он вижу, отлично, спасибо большое, вот, где задавать вопросы. То есть я буду одним глазом поглядывать и в процессе выступления, и, может быть, на какие-то вопросы смогу отвечать в моменте. В любом случае, после окончания основной презентации, я обращусь к вопросам и даже постараюсь активировать микрофон, чтобы можно было задать вопрос голосом. Все участники сегодняшней вот этой прямой трансляции получат сертификаты. Сертификаты будут высланы ровно через сутки после нашего вебинара, то есть завтра вы получите. А также ссылку на записи презентации, запись на сегодняшний вебинар. Кто зарегистрировался, но не смог присоединиться, также получит ссылку на запись вебинара и ссылку на слайды презентации. Кстати, вы слайды презентации можете прямо сейчас скачать во вкладочке handouts. Доступим слайды презентации. Ну, вот, наверное, пожалуй, и все. Постараемся уложиться в полчаса, но с вопросами может быть минут 40. Вот, у нас сегодня уводная такая сессия. Я знаю, что сейчас период отпусков, и многие не смогли прийти. И в последующие недели, сейчас, 24 августа, будет еще сессия по Кокрейну, которая в какой-то степени будет перекрываться сегодняшней нашей встречи по информации. Но, тем не менее, поговорим о том, что же такое Кокрейновская библиотека. И почему мы сегодня здесь с вами собрались о ней поговорить. Итак, ответим на вопрос, что такое Кокрейновская библиотека или The Cochrane Library. Иногда слышно, можете услышать или прочесть Кокрановская библиотека. Но, если вот принять во внимание, что Кокрейн приносит вот таким образом Кокрейн, вот, мы транслитерируем таким образом, как Рейнская библиотека. Расскажу про централизованную или национальную подписку через РФФИ, благодаря которой, собственно говоря, многие организации России получили доступ, которые есть в библиотеке. Несколько слов скажу в целом о научных ресурсах издательства ВАИИ, вот эта вот связь РФФИ, ВАИИ, Кокрейн. Расскажу о том, что такое Кокрейн, Кокрейн Collaboration, вообще, что это за организация, чем занимается, и кому нужна Кокрейновская библиотека. И потом кратенько пробежимся по ресурсу, из чего состоит библиотека. Зайду в том числе на сайт, покажу, где что как, в том числе, где найти справочную информацию о том, как работать с Кокрейновской библиотекой. Итак, самый главный ответ на вопрос, что же такое Кокрейновская библиотека, что такое The Coffin Collaboration. Это коллекция баз данных, фактически три базы данных именно Кокрейновской, которые представляют собой, в первую очередь, это систематические обзоры, то есть это особым образом написанные научные статьи, причем вот эта база данных, она индексируется, и в этом году, ну как, точнее, сейчас за второй год, соответственно, есть данные импакт-фактора за 2021 год, и вот на сегодняшний день импакт-фактора составляет 12,8 тысячи, ну 12, то есть достаточно высокий импакт-фактор. Вот, это вот квинтэссенция, это основное, это то, к чему, собственно говоря, благодаря подписке вы получили сейчас доступ. И вот эти порядка 10 тысяч записей, то есть там часть уже анализированные систематические обзоры, порядка двух тысяч – это протоколы, которые в процессе и скоро будут анализированы. И вот эти вот статьи, они написаны на основании анализа более чем миллиона восемьсот тысяч записей о клинических испытаниях, о клинических испытаниях. Вот, то есть, иными словами, Акреевская библиотека – это база данных доказательной медицины. Вот, я думаю, не мне вам рассказывать, что это такое, но если вкратце, это вот как раз-таки вот иллюстрация того, о чем я только что сейчас сказала. В базе данных систематических обзоров каждая статья основана на анализе десятков, иногда сотен клинических испытаний. Соответственно, все то, что вы находите в базе данных акреевских систематических обзоров, можно считать, ну, совершенно объективным, непредвзятым каким-то таким вот экспертным мнением, экспертной информацией по поводу какого-то лечения, конкретного препарата и метода лечения. Вот, ну, об этом попозже подробнее будем говорить. И кроме того, то есть это вот научные статьи. И кроме того, третья база данных – это база данных клинических ответов. На сегодняшний день там больше трех тысяч записей, которые представляют собой короткую практическую рекомендацию которую может любой доктор, любой врач использовать в своей ежедневной практике. То есть совершенно конкретный ответ – эффективно или неэффективно то или иное средство в борьбе с тем или иным заболеванием. И кроме того, именно вот в Кокрейновскую библиотеку входят такие дополнительные материалы, так вот видит редакционные статьи, есть специальные сборники, там подборчики обзоров. Вот, это то, что создано Кокрейновскими экспертами. Вот это то, что вот непосредственно составляет Кокрейновскую библиотеку. Это база данных. Почему мы сегодня о ней говорим? Начиная с 1 августа, то есть вот 10 дней назад, начался доступ к полным текстам, вот тех самых систематических обзоров, а также экстремических ответов, в 225 организациях России. То есть доступ этот предоставлен благодаря контролизованной или национальной подписке через российский фундаментальный фонд исследований, РФПИ. И на сегодняшний день, по условиям вот этого договора, доступ продлится до 31 декабря этого года. Но здесь я хочу сразу сказать, что, в принципе, если будет хорошая статистика, если в ваших организациях будет интерес к ресурсу, если вы будете обращаться к полным текстам систематических обзоров, то вполне возможно продление, продление этой подписки. Понятно, что в наших сегодняшних реалиях нельзя ничего гарантировать. Но со своей стороны, как издательство, мы готовы продлевать подписку, пока нет никаких каких-то внешних ограничений. Вы со своей стороны, я вас призываю, как можно активнее пользоваться ресурсом, чтобы понять, во-первых, нужен он или не нужен, и если нужно, продемонстрировать это хорошей статистикой, что в конечном итоге может повлиять на продление этого доста. Здесь на слайдах презентации есть полезные ссылки, соответственно, где получить информацию о централизованной подписке. Я сейчас продублирую их в чате. Список организаций. По всей вероятности, раз вы пришли на этот вебинар, то в вашей организации есть подписка, но, тем не менее, вы можете посмотреть этот список, у кого есть доступ к Акрэйме, к Акрэйме с этой библиотеки, вот по этой ссылке. И также вот ссылочка на вебинары и тренинги. То есть я сразу могу ее опубликовать. Вот. То есть, если нас сейчас слушают библиотекари, координаторы подписки, вы знаете, что все это осуществляется через РФПИ, вот, соответственно, вот сайт, и я опубликовала. Несколько слов, чтобы, опять-таки, прояснить, РФПИ регулирует, оформляет вот эти вот доступы, оформляет подписки к огромному количеству научных ресурсов. И издательство ВАЛИ – это одно из издательств, которое является частью вот этой вот национальной подписки. Соответственно, в принципе, у нас достаточно много научных ресурсов. То есть у нас есть журналы, ВАЛИ публикует научные книги, это монография, сборница статей. Вот. Помимо учебников и всего остального, здесь вот мы говорим только о научном контенте. Есть справочники, то есть институты, есть справочники, актуальные протоколы, тоже такое вот описание лабораторных методик, которые медицинским сотрудникам, работникам могут быть интересны. И вот 13 баз данных по химии и по медицине, куда, собственно говоря, и входит вот эта вот Кокровинская библиотека, где-то напомнило, что база данных систематических обзоров, индексируемый ресурс и на сегодняшний день импакт-фактор 12. Еще один такой акцент хочу сказать, отметить, что в рамках централизованной подписки какие-то организации имеют доступ к журналам. Это 200 организаций. Какие-то 225 организаций имеют доступ к Кокровинской библиотеке. В некоторых случаях эти списки перекрываются, то есть в некоторых организациях есть и журналы, и теперь появился Кокровин, в некоторых организациях есть только Кокровин, и нет журналов. Но в принципе, если вас интересует и то, и другое, а у вас в организации что-то одно, все это решается обращением в РФП. То есть хочу сделать акцент, что в случае всех каких-то вот этих вопросов по поводу доступа к тем, или научным ресурсам, нужно обращаться в РФП. Теперь о Кокровине. Почему, собственно говоря, называется Кокровинская библиотека, кто такой Кокровин, что такое Кокровин как организация. В 90-е годы, прошлого уже века, Иэн Чаумас со своими соратниками, исследователями, работающими в области медицины, докторами, которые ратовали за то, что нужно все решения в области медицины и здравоохранения принимать на основании надежных проверенных доказательств, то есть более такими энтузиастами доказательной медицины организуют сотрудничество, некоммерческое сотрудничество, где решают продвигать активно эту мысль работы на базе доказательной медицины и называют это сотрудничество в честь Арчибальда Кокрейна. Это доктор, который работал в начале 20-го века, в первой половине, и считается основоположником доказательной медицины. Так появилась Кокрейн-коллаборейшн, которая впоследствии стала называться просто Кокрейн, и, соответственно, печатный источник вот этого самого базы данных систематических обзоров назвали Кокрейн-лайбрари, Кокрейнская библиотека. Как и любой научный ресурс, он должен быть опубликован. Это электронный ресурс, электронная база данных, который опубликует издательство Вайли, которое я представляю, и, собственно говоря, почему вот сегодня я об этом рассказываю о Кокрейнской библиотеке. Вот. Здесь вот на сайте вы видите ссылочку на Кокрейнскую, на сайт Кокрейнской организации. Можете зайти, посмотреть, там, оттуда, собственно говоря, будет выход и на Кокрейнскую библиотеку тоже. Теперь несколько слов о том, кому интересно и кому важна Кокрейнская библиотека. Здесь вы видите, представлены самые широкие слои, начиная даже, наверное, с обычных людей, которые рано или поздно в какой-то момент все мы становимся пациентами. Вот. Конечно же, врачи, работники правоохранения, конечно же, исследователи, в первую очередь, работающие в области медицины, а также библиотекари, которые предоставляют информацию исследователям, и в том числе и политики. Ну вот, чтобы пояснить один такой пример. В начале 2020 года, когда стремительно стала развиваться пандемией, когда еще она не была названа пандемией, когда начался распространяться коронавирус очень активно, все страны в мире, практически все страны в мире стали перед вопросом, что делать, то есть непонятно было, что делать, как бороться, и Всемирная организация здравоохранения, с которой в последние уже 80 лет очень активно сотрудничали с Кокрайновской организацией, так вот, ВОЗ дал задание Кокрайновской организации, Кокрайнов, сделать провести исследование и сделать систематический обзор, в котором проверить, опубликовать данные о проверке эффективности или неэффективности, высокой эффективности, неэффективности санитарных мер, в частности мытье рук, ношение маски и изоляции, не изоляции, как сказать, самоизоляции, самоизоляции людей, как это повлияет на скорость распространения именно коронавирусной инфекции. В рекордной сроке было проведено исследование и был опубликован обзор, результатом которого, в конечном в итоге, стала рекомендацией Всемирной Организации Здравоохранения устроить локдаун, устроить вот этот период, когда все мы сидели дома, старались не общаться, старались сократить до минимума контакты, и это действительно сыграло очень важную роль, вот эти месяцы локдауна позволили здравоохранению, позволили тем, в том числе и исследователям изучить вот эту инфекцию коронавирусную, новую коронавирусную инфекцию и найти методы борьбы, методы лечения. Ну вот, это, к слову, как политики, каким образом вот это осуществляется взаимосвязь между политикой и данным в Катвенске библиотеки. Ну, для работников здравоохранения, для врачей это, конечно же, в первую очередь возможно, быть всегда в курсе самых последних исследований. То есть, я сейчас скажу и потом еще акцентирую на этом внимание, в отличие от журнальных публикаций, базы данных, как раз систематических обзоров обновляемые. Что это значит? Это значит, как только появляются какие-то новые данные по тому или иному заболеванию, по тому или иному препарату, появляются новые клинические испытания, как районские эксперты все это отслеживают, они вносят вот эту свежую информацию. Более того, иногда могут поменяться не только сам систематический обзор, в нем какие-то добавления могут появиться, могут измениться выводы. если вам нужна какая-то свежайшая и проверенная информация, пожалуйста, это то, что вам надо. Ну, исследователи, естественно, по той же самой причине можно прочесть много статей в разных журналах, а можно, если вы находите соответствующий систематический обзор, вы можете уже быть уверены, что анализ огромного числа и в том числе журнальных статей и клинических испытаний был переработан и вот в какой-то четко структурированной форме опубликован в рамках систематического обзора. Ну, опять-таки, все мы, как пациенты, можем заглянуть и посмотреть тот препарат, который нам назначили от того или иного заболевания, что о нем сейчас думает современная медицина, самая современная медицина, самая прониктивная. Ну, какие проблемы решает как-то венец мебиотеках, то есть здесь я не буду подробно на этом слайде останавливаться, вы потом можете сами рассмотреть, то есть, в принципе, вот ответ на вот эти вопросы здесь, на этом слайде. Основное это то, что анализ огромного числа исследований, анализ делан экспертами в своей области, в области какой-то конкретной, все это выливается в один обзор, который обновляется. Что входит в Кокременскую библиотеку? Ну, вот то, что я на самом первом слайде уже говорила, это вот Кокременская база данных систематических обзоров, то есть, это систематические обзоры, написанные как-кокременскими экспертами, это полные тексты, и на сегодняшний день там вот порядка 8800 готовых обзоров, это отрецензированные статьи, то есть, все как бы так положено, то есть, такие научные статьи, индексируемые источники, как я уже говорила, да, и порядка двух с половиной тысяч протоколов, это то, что в перспективе станет систематическим обзором, но уже сейчас можно обратиться к ним и почитать. И вот эти вот порядка 10 тысяч обзоров, статей, как я уже упомянула, написаны на основании анализа более миллиона восемьсот тысяч занятий. И вот этот вот центральный регистр контролируемых клинических исследований, он еще называют Централ, это реферативная база данных, то есть в рамках Кокреминской библиотеки вам будет видно название этого клинического испытания, будет какая-то коротенькая справочная информация, скорее всего библиография будет доступна, и скорее всего будет ссылка на полный текст опубликованного клинического испытания, но как я подчеркиваю, что это не будет полнотекстовая база данных как систематический обзор, то есть это реферативная база данных. Третья база данных, опять-таки полнотекстовая, это кокреминские клинические ответы, это практические рекомендации врача, можно будучи на приеме или на приеме пациента быстренько заглянуть в кокреминскую библиотеку, посмотреть, есть ли клинический ответ по нужной тематике, и если он есть, буквально в моменте узнать совершенно четкую рекомендацию использовать или не использовать тот или иной препарат в данном случае. Это вот то, что все создано кокреминскими экспертами. Помимо того, из кокреминской библиотеки есть выход и осуществляется поиск, то есть, когда вы что-то вытащите, сейчас я это продемонстрирую, вы будете находить результаты вот в этих кокреминских базах, а также будут искаться соответствующие вот эти темы в базах других систематических обзоров, то есть, сделанных не кокреминскими экспертами. Это базы Epistamonicus, Health System Evidence и Social System Evidence. То есть, очень удобно. Получается, из одного ресурса у вас есть выход практически на все, что сейчас ликуется по доказательной медицине. Чуть подробнее. То есть, что такое систематический обзор, который входит в эту базу данных как систематических обзоров. это статья, написанная по четким канонам, то есть, вот этот формат, который разработан как ликвидскими экспертами, он считается золотым стандартом для тематических обзоров, то есть, там четкая структура, описание, что послужило причиной этого исследования, какие были пробелы и какие пробелы пытались запомнить, обратившись к написанию этого обзора ликвидские эксперты. Вот, какой бэкдаун, какие методы использовались, на каких, какие клинические испытания брались в работу, на какие группы пациентов все это проходило, то есть, все-все-все это и любой, каждый систематический обзор отвечает на совершенно конкретный вопрос. Ну, вот, например, могут ли антибиотики облегчить симптомы ангелии, или эффективен ли препарат капсоицин для лечения нейрологического времени. Вот как-то так. То есть, совершенно четкий вопрос исследуется. Получайте на него ответ. Вот. И еще один момент хочу сказать, поскольку это научная статья, такая серьезная статья, там будут приведены графики, методы исследований, все это будет хорошо. Будут выводы, будут выводы автора, но эти выводы, они не носят такой, как сказать, руководящего характера. То есть, иногда вам захочется какой-то больше конкретности, ну так стоит или не стоит, может быть вправо какая-нибудь наподобие низкая степень эффективности, или средняя степень эффективности. Вот как это понимать? Ну вот, так и понимать, будучи ученым, исследователем, будучи специалистам, ознакомьтесь со всеми вот этими результатами анализа и примите свое решение, насколько эффективным вы считаете. То есть, иными словами, четкие практические рекомендации, они в клинических ответах, систематических отзорах, это может быть вот именно как информация дана, а выводы вы можете делать уже самостоятельно. есть информация для размышления. Хотя там выводы они есть, но, как-то, не так сформулированы, скажем так, очень мягко. Центральный регистр контролируемых клинических исследований, Централ, это те самые ссылки на и какая-то справочная информация об испытаниях, которые проводились по всему миру. То есть, если вы обратитесь вот к этим испытаниям, вы там увидите, все четко описано, то есть, на какой группе пациентов, какая там была сравнительная группа, ну, то есть, все-все-все как полагается. Вот, это реферативная база данных. Вот, то есть, полный текст в рамках Каперинской библиотеки недоступен, но, как правило, бывает ссылка. Клинические ответы, это как раз-таки вот те самые совершенно четкие рекомендации относительно каких-то препаратов, каких-то методов лечения. И систематические обзоры из других баз данных доступны тоже. Вот, вот, вкладочка Other Views, она выведет вас на вот эти вот другие базы данных, созданных не Каперинскими экспертами. Доступ к Каперинской библиотеке, хотела тоже подчеркнуть. В принципе, вот по этой ссылке, он совершенно свободный. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду, что даже не подписки, любой человек в мире может пройти по этому сайту, по этой ссылке, он попадет на главную страницу Каперинской библиотеки, и вот сейчас я продемонстрирую, он будет видеть все, то, что я покажу до момента обращения к полному тексту. То есть, вот как раз-таки полные тексты систематических обзоров и клинических ответов, они доступны подписчикам, то есть вам, ваших организациям. Соответственно, если у вас, вот вы заходите на сайт и выскакивает вдруг какая-то ошибка просто вот с момента того, как мы подключили доступ, проинформировали, я получила наверное парочку таких вот вопросов, ой, не открывается сайт, проверьте настройки браузера. Можно просто почистить историю, почистить кукис, то есть это может случиться с любым сайтом, то есть это не связано, там хотя и будет ошибка в 505 выскакивать в интернер сервер. Это не связано с сайтом, который у нас в библиотеке, это будет связано с настройками браузера, попробуйте зайти просто с другого браузера или почистить историю, в том, в котором работаете. Вот, первый момент. Второй момент. Для того, чтобы получить доступ к полным текстам, вам нужно прийти в свою организацию. То есть когда вы заходите на сайт как-то из библиотеки с компьютера вашей организации, то есть из IP-сети вашей организации, вашего научно-исследовательского центра, медицинского центра и университета, тогда полные тексты будут доступны. Вот. Кроме того, можно настроить удаленный доступ. Я сейчас покажу, как это сделать. Но для настройки этого доступа все-таки разочек прийти в свою организацию придется. Вот. И сейчас я хочу продемонстрировать саму платформу, как это работает. Вот. Вы видите, что адрес сайта достаточно простой kokainlibrary.com Если вы заходите в любого поисковика, вот, в kokainlibrary набираете, точно так же вот первая ссылка вас приведет сюда же, на эту же страничку. Страничка оформлена как страница журнала. И вот эта вот заставка, картинка, она меняется. То есть она периодически меняется регулярно. Вот как совсем недавно поменялось. Что мы здесь видим? Давайте рассмотрим. То есть вот эта кнопочка всегда приводит обратно на домашнюю страничку. Вот здесь обратите внимание, я сейчас зашла из IP-сети своей организации. Вот моя организация Wiley. Соответственно, здесь есть вот эта надпись access provided by Wiley. Если вы зайдете из дома, вот не настроен удаленный доступ, у вас вот это место будет пустое. Вот. Поскольку доступ только-только вот настроен, я получала какие-то от некоторых представителей организации письма о том, что вот доступа нет, вот эта надпись не появляется. Я вас призываю, пожалуйста, заходите в свою организацию, проверяйте. если надпись не появляется, пишите мне, потому что ну вот все в процессе. Отладьте, будем потихонечку настраивать, отлаживать, все сделаем. Дальше смотрим. Возможность переключения на языки. Значит, смотрите, я рекомендую оставлять английский. в Кокрейнской библиотеке есть контент, опубликованный по-русски, то есть есть русские тексты. Это не целиком систематические обзоры, это только одна маленькая часть, это plain language summary, то есть в резюме на простом языке. Но я рекомендую все-таки осуществлять поиск на английском, а потом уже из всей основной массы выделять все, что есть по-русски. То есть все-таки эта база данных международная, и изначально на английском языке эта публикация осуществляется. И вот здесь вкладочка sign in, она позволяет зайти в личный кабинет, который у меня уже, конечно же, есть, и регистрируется. Вот это я покажу поподробнее, чтобы у вас не было никакого смущения. Смотрите, когда вы нажимаете кнопку register, вы попадаете на другую страницу, вы попадаете на страницу в ily онлайн лайбриджи, и пускай это вас не смущает. То есть напоминаю, как рейнерская библиотека это ресурс научный, который публикует издательство в ily. И поэтому вся авторизация, все это происходит через личный кабинет на платформе в ily онлайн лайбриджи. То есть формально это как рейнерская библиотека это отдельная платформа, ну или отдельный сайт, как угодно, да, но фактически авторизация через ily онлайн то есть вот что мы видим для того, чтобы зарегистрироваться нужно ввести сюда свой имейл повторить его если у вас есть рабочий лучше с ним зарегистрироваться но в любом случае это должен быть тот самый боевой имейл на который вы получаете почту где вы сможете нажать кнопку для подтверждения придумать пароль повторить его имя фамилия страна Россия естественно здесь пока все в порядке область ваших интересов хотите ли вы получать такие-то информационные письма от вайли не обязательно выбирать как хотите согласно дисполитикой обязательно выбрать галочку то что не робот обязательно и кнопочка регистра все вы зарегистрировались после этого у вас появляется кстати личный кабинет и вот здесь вот на платформе у Алионайдайбриди вот сразу хочу подчеркнуть даже если в вашей организации нет подписки на бумайлы в Али рекомендую зайти здесь четверть контента опубликована в открытом доступе вот то есть вы явно найдете что-то для себя интересное вот и вот в личном кабинете есть возможность ссылочки сохранять удобно работать и здесь соответственно кнопочка sign in после того как вы зарегистрировались вы можете зайти в свой личный кабинет вот видите появилась моя имя Наталья так вот для того чтобы настроить удаленный доступ как раз я вижу вопрос от Ольги Дребенковой вот каким образом удаленный доступ настраивается вы зарегистрировались регистрацию можно сделать и находясь дома на платформе Валерной Наталья соответственно до Кокровинской библиотеки у вас появился личный кабинет вы приходите после этого в свою организацию и заходите на страничку Кокровинской библиотеки в свой личный кабинет и вот эта связь связь ваших данных с данными вашей организации у которой есть доступ она в этот момент заходы с компьютера вашей организации на сайт Кокровинской библиотеки активируется и действует два месяца через два месяца нужно повторить процедуру то есть прийти в свою организацию и зайти в свой личный кабинет на платформе Кокровинской Адрежи вот это то что касается удаленного доступа работы то есть повторяю еще раз даже не имея доступа даже если вы сейчас находитесь дома слышите меня из дома или в организации вы можете повторять все что я делаю зайти на платформу увидеть то что я вижу осуществить поиск полный текст может быть недоступен скорее всего он будет недоступен если он не опубликован в открытом доступе но придя в свою организацию вы настроите вот этот доступ и в последующие два месяца полный текст будет вам доступен и дома и сейчас уже мы будем с вами быстренько пробежимся буквально несколько слов более подробное знакомство с платформой у нас будет через две недели 24 августа а сейчас у нас просто вводная поэтому чтобы вас не задерживать буквально просто просмотрим что где вот здесь осуществляется поиск вот это неприметная такая поисковая строка куда можно вводить термины можно вводить какие-то ключевые слова фразы причем обратите внимание вот здесь переключатель по умолчанию вот тот термин те ключевые слова и фразы которые вы будете задавать в поиске будут искаться в заголовке аннотации и среди ключевых слов вы можете выбрать что угодно то есть только заголовок только аннотацию можете по автору искать только в среди ключевых слов по всему тексту среди там обзоров только систематических обзоров или только Клинические ответы, вот вы в доктор, например, вам нужно понять, есть, провинит что-нибудь среди клинических ответов или нет. По ресурсу, то есть, опять-таки, это тоже в публикационном языке связано, по ДОИ, ну, то есть, вот, можете выбрать. И вот здесь рекомендую искать по-английски, керамин по-английски. Вот, ну, вот здесь, опять-таки, приключения, все здесь, только системические обзоры, клинические испытания, клинические ответы. Здесь о группе, которая работает, о кераминской группе. И help, это как раз-таки, вот, есть какие-то справочные информации, тренинги, ну, то есть, можно все здесь почитать. Справа, вы видите, выводятся какие-то наиболее интересные, с точки зрения редакции, превью, обзоры. А если проскарлировать вниз, смотрите, здесь есть три вкладки. Highlighted reviews – это по времени публикации, самые свежие сверху. Смотрите, вот у нас сегодня 11 августа, 9 августа. Были, нужно понимать, что не то, чтобы новые опубликованы, а были либо новые, либо внесены изменения в соответствующие обзоры. То есть, это обзоры, в которых вот в эту дату что-то добавлялось. Напоминаю, в чем ценность обзора тематического, помимо того, что на основе анализа огромного числа клинических испытаний сделала группа экспертов. То есть, одна голова хорошо, а много лучше. Как-то бывает, да. Здесь всегда актуальная информация. То есть, появились какие-то новые данные, какие-то новые испытания. Это вносите сюда в обзор, могут быть даже, могут изменить даже выводы. Вот, Editorials – это статьи, это редакционные статьи, это не обзоры. Это просто какие-то статьи по каким-то телам, просто могут быть любопытно почитать. И Special Collections – здесь наиболее востребованные, наиболее актуальные коллекции. Ну, в последнее время, конечно, в COVID-19, к сожалению, иногда картины меняются. Но вот за этим, кстати, по Special Collections можно освидеть тренды, болевые точки мировые, да. То есть, что здравоохранение наиболее, так сказать, актуально и для большего числа, так сказать, врачей на сегодняшний день. Скролируем страничку вниз. И здесь еще две вкладки – Browse by Topic, просмотр по теме, и Browse by OpenView Group. Если вы никогда не работали с библиотекой, как раз таки можете, чтобы зайти и посмотреть, поискать, что по вашей теме. То есть, Browse by Topic – здесь именно названия медицинские какие-то заболевания, скажем так. По Кокрейновской группе здесь такой более практический, я бы сказала, взгляд. Вот, например, back and neck, да. То есть, когда приходит пациент к врачу, он говорит, вот шея болит. И уже врач должен определить, куда. К ревматологу, к неврологу, там, мало ли куда еще. К онкологу. То есть, вот так вот. Видите? То есть, Кокрейновские группы экспертов, они вот сформированы вот таким вот образом. Здесь вы видите эти темы, которыми работает определенная Кокрейновская группа. То есть, можно вот по ним выбрать интересующий для вас обзор. Ну, и вот, наверное, пожалуй, все. То, что касается поиска по ключевым словам, можете поэкспериментировать сами. Вот, подробнее совсем с этим мы будем знакомиться уже через две недели. Ну, если у вас есть желание, вы можете сами тоже поэкспериментировать, поработать. Как раз там, увереннее, может быть, накопятся какие-то вопросы. На следующих слайдах презентации то, о чем я говорила. То есть, где искать помощь и справку. Вот, естественно, это help. Причем там, обратите внимание, я вот, наверное, сейчас вернусь, покажу. Вот, Cochrane Library Training. Это такой вот учебный центр. Сначала он будет по английски. В том числе, кстати, обратите внимание, можно зарегистрироваться на вебинары. А можно найти ресурсы на русском языке. Открываю в отдельной слайдочке, вот, как мы говорим, когда вебинары, да. Вот. Вот, видите, ресурсы с мурашиной. И здесь руководство пользователя. Вот, описание. То есть, в том числе, вот, коротенькие видео. Где в одно-двухминутных роликах я рассказываю, как зарегистрироваться, как с вами строить данный доступ. То есть, все то, о чем я говорила, и намного больше, вот, можно здесь посмотреть. Вот. По поводу вебинаров, обратите внимание. То есть, вот эта кнопка выводит вас на общий такой список всех вебинаров от Wiley. То есть, есть вебинары, не путайте, от РФФИ. И там все-все-все провайдеры, все издательства предоставляют информацию в своих вебинарах. Здесь вот это то, что касается именно Wiley. Они, видите, как по тематикам. Вот можете потом посмотреть. Но вот на что я хочу обратить внимание. То есть, есть отдельно Cochrane Library Training. Вот. То есть, вот, посмотреть записи или вот зарегистрироваться. И есть отдельная страничка русских вебинаров. Вебинаров на русском языке, да. Вот это вот сегодняшний наш. Это вот сегодня такая же сессия будет в 3 часа по московскому времени. И вот на 24 августа, где мы подробнее будем рассматривать уже сам же сессию, можно тоже зарегистрироваться. И либо там посмотреть записи, если на что-то будет перестать. Вот. Ну, соответственно, вот справочная информация на русском языке. Сейчас эти ссылки тоже опубликуем. Вот. Вебинары и тренинги, то, что я показала, да. Наши русскоязычные вебинары мы выкладываем на канал YouTube. И их уже достаточно много, чтобы проще было сориентироваться. Вот там заходите в вкладочку «Плейлисты» и находите то, что вас интересует. О, как рано. Коротенькие видеоинструкции. Это вот то, о чем я уже сказала. Вот коротенькие ролики, где прям почти как клинический ответ. Что делать? На этом я заканчиваю. То есть все, что на сегодня я запланировала сказать, мы успели. Почти уложились в эти 45 минут. На один вопрос, который бы удалось ответить в процессе. То есть по поводу удаленного доступа из дома. Вот. Ну, кстати, вот как настал удаленный доступ, вот это вот коротенькое видео. Отдельно как раз вот на него ссылочка. На всякий случай, чтобы весь вебинар не пересматривать. Вот. Ну что же, смотрю. Больше вопросов нет. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо за ваши отклики. Ну что ж. Тогда на этом мы с вами. Да, презентацию. Ссылки, слайды презентации можете прямо сейчас скачать из вкладки «Handouts». И она же будет в том письме, который вы получите завтра. То есть завтра вы получите ссылку на сертификат. Его нужно будет скачать. Тоже он именной. Имейте терпение. То есть после нажатия кнопки там получите сертификат. Потребуется время, чтобы он сформировался с вашим именем. И после этого вы его получите. Там же будет ссылка на сайт презентации. Там же будет ссылка на видео. Вопрос. Вопрос. Наталья, вы в Москве? Ну, формально я в Королеве. Это Подмосковье. Ну, Коград в 7 километрах от Москвы. То есть у нас здесь находятся офис-лайды. Да. То есть можно сказать, что в глобальном смысле да. В глобальном смысле в Москве. Так. Вопросы, вопросы, вопросы. Все. Больше вопросов нет. Только благодарности. Спасибо вам. Спасибо вам. Все понятно. Ну что ж. На этом мы с вами прощаемся. А вот еще. Возможно, послушаю. А где получить ссылку на запись вебинара? Это будет... Ссылка на запись вебинара будет прислана вам завтра. То есть завтра вы получите письмо со всеми материалами и со ссылкой вебинара. Вот. Кто не смог на сегодняшний вебинар прийти, но зарегистрировался, также получит ссылку на запись вебинара и на слайды. Только что сертификаты не будут. Так. Ну теперь уже, наверное, точно все вопросы. Ну что ж. Спасибо большое. Спасибо за вашу активность. Спасибо за то, что присоединились к этой сессии. И до новых встреч. Через две недели продолжим дальше. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok